Да, Василий, благодарю за десяточку. Сегодня у нас 24 октября 2022 года и традиционный по понедельникам вебинар. Сегодня поговорим про технологию, философию, потом коснемся немножко новостей. Ну и вот остановимся на вьетнамцах. Нас как раз весь этот, в октябре гостили вьетнамцы, и даже они немножко дольше, чем должно было быть. И немножко посмотрим, как прошло путешествие вьетнамцев в Беларусь. Такие прям горячие новости. Ну что, еще раз 24 октября. Зовут меня Алексей Новомович по образованию инженер-программист. С 2014 года слежу за программой U-технологии, Sky, Skyway-технологии, U-технологии. Ну и сегодня поговорим немножко, что это за такие технологии, U-технологии. Ну и начнем, как обычно, с проблем современного транспорта. Ни для кого не секрет, что это являются и пробки на дорогах, и аварийность, и вот картиночки такие говорящие, особенно из Индии, веселые, как путешествуют люди прямо на крышах автобусов, на крышах поездов, на крышах, ну, в общем, такой, где только можно залезть, вот, залазят, вот, и, ну, в общем-то, таким образом передвигаются между городами, вот, ну, и, естественно, другая проблема, с одной стороны, это проблема пассажирского характера, вот, ну, и с другой стороны, есть еще проблемы в грузоперевозках, вот, и тоже, естественно, ни для кого не секрет, что Китай, товары из Китая двигаются, там, две-три недели, то есть, порой даже и два месяца. Вот, совсем недавно тут жена заказывала какую-то детальку для вертолета, и вот она ехала больше двух месяцев, деталька маленькая, казалось бы, ну, вот, ну, таковы реалии, приходится ждать целыми месяцами. Вот, ну, и другая, другой вид проблемы, это проблема борьбы с естественными погодными условиями, то есть, где-то это песком заметает дороги, где-то снегом, где-то паводки, то есть, все это проявление какого-природного характера, вот, и тоже, естественно, влияет на передвижение, портит вот так вот мосты, заметает, ну, и так далее. Выбросы в атмосферу, всевозможные аварии, нефтяные разливы, вот, то есть, тоже все это является попагубный эффект от использования транспорта, на сегодняшний день присутствует. Помимо проблем с такими природными, там, социальными, есть еще проблема непосредственно в строительстве дорог, потому что, чтобы построить, казалось бы, обычную дорогу, обычная асфальтовая дорога, то есть, целый ряд мероприятий, то есть, это надо и срубить лес, вот, и выбрать почву, и сделать специальную подушку, ну, в общем-то, все это долго, дорого, вот, ну, и потом еще приходится это ежегодно, ну, если плохо сделали, то еще обслуживать ежегодно латочный ремонт, вот, ну, и так далее. Вот, ну, естественно, тоже в горах это еще сложнее, то есть, прорубить тоннели, это, ну, тоже не из легких мероприятий, вот, ну, и также это, в общем-то, и касается и надземных дорог, то есть, это громоздкие такие вот конструкции, которые, ну, и дорого стоят, и массивного не выглядят, то есть, ну, в общем-то, такой, и не очень-то быстро едут. Вот, поэтому, ну, ряд таких проблем, все это приводит к тому, что необходимо, ну, какое-то, какие-то новые решения искать, внедрять, вот, и на дворе 21 век, вот, и пока другие технологии у нас уже сделали огромный рывок, вот, транспорт пока все еще остается немножко позади, ну, и кроме того, как, там, сделать чуть более красивым, там, автобусы, вот, сегодня шоу по городу, наши троллейбусы, ну, раньше были более квадратные, потом стали более округлые, сейчас вот они прям вообще-таки интересные, интересные формы, вот, но, по сути, как бы, суть не меняется, как был троллейбус на колесах, вот, ну, так он есть, так он, как, ну, правда, сейчас под них стали выделять отдельные полосы, вот, и у нас, как бы, за счет этого, а, ну, и используют батарейки, то есть, и сейчас получается даже, если опустить усы, то троллейбус спокойненько проезжает места, как обычный автобус, вот, ну, пожалуй, это все-все-все, как бы, отличие, вот, вот, но есть принципиально новый вид транспорта, вот, и называется это струнные транспортные системы SkyWay, они же сейчас называются U-Sky, вот, ну, и, в общем-то, они как раз-таки основаны на том, что они находятся над землей в специальном, используем специального рельса, называется струнный рельс, ну, и почему струнный, потому, как внутри у него находятся струны под большим натяжением, которые, в общем-то, и позволяют делать очень длинный путь и очень, в то же время, мягким, то есть, такой жесткий, полужесткий, то есть, можно варьировать разные виды конструкций, ну, и вот такой красивый, изящный, мы видим транспортную путь, вот, который изящный на фоне неба, как ниточка, вот, и по ней передвигается на высокой скорости модули SkyWay, вот, ну, и, естественно, почему надземный уровень, тоже, опять же, это, думаю, очевидно, то есть, просто поднявшись над землей, поднять трассу над землей, мы, у нас нет необходимости срезать какие-то холмы, вот, нет необходимости засыпать озера, то есть, путь, получается, идеально ровный, на нем можно разгоняться до очень высоких скоростей, то есть, идеально ровно, без кочек, без ям, то есть, идеально ровный путь, то есть, как будто бы сидишь у себя дома в кресле, вот, но, тем не менее, безопасно транспортное средство передвигается над землей, вот, ну, и в струнных транспортных системах различают три вида путевой структуры, вот, видим в серединке жесткая, где можно ехать и сверху, и снизу, сверху видим полужесткая, где можно ехать просто по прямой линии, ну, и такие с провисом, это более большие расстояния, допустим, преодолеть какую-то большую реку, либо где-то преодолеть, там, в горах, еще где-то пролеты, то есть, такие пролеты могут быть сотни, сотнями метров, и даже километров, вот, ну, и вот, видим уже готовая пересадочная станция в Марьиной горке под Минском, где изображены как раз-таки жесткая трасса, снизу городской, сверху высокоскоростной, вот, ну, а сама вот эта анкерная опора, она же пересадочная станция, она же снизу музей, вот, выполняет функцию пересадочной станции, вот, ну, и вот тоже фотографии, это буквально свеженькие с этого года, щупаем прямо своими руками, катаемся, вот, памятные такие фотографии, вот, ну, и, то есть, уже много чего, что, чего сделано, вот, автором технологии является Анатолий Дардович Юницкий, который посвятил всю свою жизнь разработке данного транспорта, вот, ну, и, в общем-то, там, со студенческой скамьи, можно даже сказать, со школьных лет он этим занимается, проводил конференции, проводил тестовые, строил тестовые полигоны и в Подмосковье, вот, ну, и в итоге все это, вся эта его деятельность, 40-летняя деятельность, она вылилась сейчас вот в этот, конкретно в проект, то, что мы имеем сегодня, то есть, уже готовые транспортные модули, два технопарка и в Беларуси, и в Объединенных Арабских Эмиратах, вот, но об этом чуть-чуть позже, вот, ну, написано огромное количество книг, то есть, вот, в частности, мы видим струнные транспортные системы на Земле и в космосе, то есть, сами струнные системы могут, ну, как мы видим из названия книги, применяться не только на Земле, но еще и в космосе, то есть, применение их довольно обширное, вот, ну, вот, тоже еще одна книжка, которая вышла, книга «Инженер», очень красивое издание с яркими картинками со всей историей, то есть, кому интересно историю проекта узнать поглубже, вот, книга «Инженер», которую вот мне лично подарили, ну, и, в общем-то, она есть в продаже, то есть, можно ее приобрести в интернет-магазинах, вот, ну, и говоря, еще пару слов про, ну, немножко затрагивая вглубь, то есть, вот, тоже картинка, как бы, я ее оставляю, вот, для понимания вообще, почему транспортные системы такие эффективные, ну, и вот, пример эффективности, это, как раз-таки, коэффициент аэродемического сопротивления, то есть, сопротивление, по сути дела, воздуха, ну, и мы видим, что транспортные системы Skyway, они почти в 10 раз эффективнее, чем обычный автомобиль, ну, и за счет своих обтекаемых форм, плюс за счет того, что он поднят над землей, потоки воздуха проходят равномерно, нет завихрений, вот, и за счет этого могут достигаться намного большей скорости, чем в обычном классическом транспорте. Ну, и мы говорим сейчас таких скоростей, как 500 км в час, 600 км в час, вот, и, ну, даже есть мысли, как это сделать еще больше. Вот, раньше спрашивали, да, второй параметр, это мотор-колесо, как раз-таки, которое обеспечивает очень высокое КПД, то есть, коэффициент полезного действия, здесь, ну, там, доходит почти до 100%, там, 98-99%, то есть, когда мотор напрямую подведен к колесам, то есть, потери энергии здесь фактически нет, ну, и раньше спрашивали, там, упадет, не упадет, вот здесь тоже на картиночке видно, что и применяется противосходная специальная система, вот, ну, как бы мы уже убедились в том, что не падает, то есть, сами ездили, вот. Еще один аспект, помимо аэродинамики мотор-колес, вот мы видим расход топлива, то есть, это электромобили, вот, и, опять же, если сравнивать с современным транспортом, допустим, вот возьмем, вот, мы видим здесь транспортное средство на 14 человек, то есть, по сути дела, это, ну, аналог маршрутного такси, то есть, вот, оно везет 14 человек со скоростью 100 км в час, вот, на расстоянии 100 км, ну, и мы видим, что расход электроэнергии, если переводить его в топливо, получается 120 грамм на одного пассажира, то есть, ну, если умножить на 14, получается полтора литра топлива на всю маршрутку, загруженную 14 людьми, то есть, полтора литра топлива на 100 км, то есть, ну, обычный, допустим, автомобиль, там, ну, 10 литров, у меня, допустим, 12 литров, там, 10, где-то такой расход топлива, здесь получается полтора литра, то есть, 10 раз ниже расход топлива, чем в обычном авто, то есть, ну, вот, это все достигается за счет идеальной аэродинамики, за счет мотор-колес, вот, за счет того, что это электрика, то есть, ну, в общем, целый комплекс вот таких компонентов, которые, как раз таки, приводят к десятикратному выигрышу в плане использования топлива. Ну, и, подводя такое небольшое резюме, вот, всего вышеперечисленного, то есть, капитальные затраты, то есть, стоимость строительства, она минимальная, то есть, это легкие ажурные конструкции, которые требуют мало металла, мало бетона, то есть, ну, минимум расходов. Эксплуатационные расходы, то есть, по сопровождению, по эксплуатации тоже минимальные, то есть, нет необходимости счистить снег, чистить песок, там, кто обслуживает, латать дыры, то есть, система сама очень надежная. Расход энергии тоже здесь минимальный за счет применения, там, мотор, колес, там, аэродинамики и так далее, то есть, минимум. При этом пропускная способность может быть максимальной, то есть, это легкие транспортные средства, которые можно делать с разной вместимости, то есть, там, от двух до тридцати, там, до пятидесяти пассажиров делать целые поезда, пускать их можно каждые, там, две секунды, то есть, ну, в общем, за счет автоматизации пропускная способность может быть больше, чем в московском либо минском метро. Загрязнение окружающей среды тоже минимальное, ну, это электромобиль, по сути дела, на остальных колесах. Транспортная аварийность минимальная, только за счет того, что поднимаем над землей, плюс использование автоматизированных систем, ну, в общем-то, все это приводит к минимальной аварийности. Ну, в общем, по всем этим параметрам мы можем сделать с вами вывод, что транспортные системы SkyWay, либо, как они сегодня называются, U-Sky, является самым эффективным, самым идеальным транспортным средством на сегодняшний день. Вот, ну, и переходя немножко к модельному ряду, то есть, тоже вот эти все модели, они уже разработаны, они уже обкатываются, здесь мы видим, как и Univind, но надо двухместный, Unibike двухместный, Unicar шестиместный, Unicar составной, Unibus, вот, U4, как мы рассматривали, стоя передвигаются, ну, в общем, высокоскоростной Unibus, то есть, ну, моделей очень много, они уже разработаны, и даже протестированы, а некоторые и засертифицированы. Помимо решений для пассажиров, есть еще решения грузового характера, то есть, для перевозки контейнеров, для перевозки сыпучих грузов, вот. Ну, и вот красивая картинка из Эко-тефинопарка в Беларуси, как раз подловили момент, когда вот эти все наши машины, они уже видны здесь на одной картинке, над землей, вот, ну, вот так вот все это очень понятно выглядит. За все это время было получено огромное количество сертификатов, патентов, всевозможных там евразийских и европейских, и там американских, японских, все это есть в ЗАО «Струн-технологии» на железнодорожной 33, все это можно посмотреть. На тему струнных транспортных систем защищаются дипломы. Первые студенты были еще в 2013 году, вот сейчас студенты дошли из Шарджи, вот в прошлом году защищались. Помимо студентов из Шарджи еще защищали студенты из Беларуси, вот один из них, видим здесь, это я в 2018 году, вот, ну, когда получал, просто периодически я говорил, что защищал диплом, вот, но как бы не акцентировал на это внимание сильно, ну, вот мне попросили добавить подробности, вот, ну, и вот, в общем-то, бизнес-план строительства грузопассажирской трассы по технологии Skyway, ЗАО «Струн-технологии», как раз-таки это была дипломная работа, трасса из Минска в аэропорт, то есть расчет бизнес-плана трассы из Минска в Минский аэропорт, вот, ну, это был мой диплом на второе высшее образование, ну, единственный из группы получил десятку, так что тоже такой вот интересный момент. Помимо того, что студенты пишут дипломные работы, в этом году компания-разработчик струнного транспорта прошла аккредитацию в Национальной Академии Наук, вот, и в Государственном Комитете по науке и технологиям. Это позволило компании получить статус научной организации, то есть, ну, вообще в Беларуси это можно, наверное, по пальцам пересчитать, то есть именно научной организации, вот, но ЗАО «Струн-технологии» таки давилась этого статуса в этом году. Вот, на предприятии работает 11 кандидатов наук, 5 сотрудников имеют ученые звание доцента, более 10 преподают в вузах страны. За 5 лет сотрудники компании опубликовали более 40 научных работ, 100 статей, 5 книжных изданий. За 5 лет получили 95 охранных документов на объекты права, на объекты права промышленной собственности. Вот, с 19 по 21 год зарегистрировано 20 евразийских патентов на изобретение. В 2020 году впервые получен европейский патент, в 2021 два китайских. Так что, ну, в принципе, можем так. В 2021 году проведена государственная регистрация 5 научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ. В ноябре 2020 аккредитован собственный испытательный центр. Вот, так что деятельность научная ведется, статус есть. Вот, и, ну, и, помимо всего прочего, компания открыта не только вот с такой вот стороны, но еще и с финансовой стороны. То есть ежегодно проводятся бухгалтерские такие отчеты. То есть каждый год мы видим баланс, мы видим отчет там о прибылях и убытках. Ну, и вот, допустим, говоря про баланс за 2021 год, то есть тут как раз-таки сведения, они подаются ежегодно. На 31 декабря 2021 года заключение подготовила международная компания о финэкспертизе БелАудит в соответствии с требованиями закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года об аудиторской деятельности. Ну, и, как бы, анализируя этот баланс, мы можем сказать, что на балансе ЗАО 31 декабря 2021 года было 175 миллионов рублей. Из которых собственный капитал 163 миллиона рублей, из которого 125 миллионов рублей было вложено в долгосрочные активы. То есть это в здания, там, станки, сооружения и так далее. Отчет о прибылях. Выручка от реализации в 2021 году составила 30 миллионов рублей. Ну, и тоже иногда раньше думали там, ну, вот, как бы, мы все думали, что компания существует только за счет того, что привлекаются средства через краудинвестинг. Но нет. Вот мы видим в отчете как раз-таки за 2021 год, что в компанию пришло 30 миллионов рублей, вот, из, именно из, как выручка. То есть компания оказывала какие-то услуги, вот. Ну, и нам, когда мы были в ЗАО струнной технологии, когда мы на нас ходили на производство, нам как раз-таки рассказывали, что вот мы там выпустили модель электрокара, там, для электромобиля для Санкт-Петербурга, там была там какая-то помощь для приведения гонок Париж-Дакар. Там каким-то образом переворудовали кабину, делали более легкосплавных материалов. Ну, в общем-то, вот мы видим результат от этой вот всей деятельности, вот, вылился в такую сумму. Ну, если перевести в доллары, получается это почти 12 миллионов долларов выручка за весь прошлый год. Ну, по сути, это миллион долларов каждый месяц выручка. То есть это довольно уже серьезный результат. Вот, и, ну, не каждая компания, далеко не каждая может похвастаться выручкой миллион долларов каждый месяц. Вот, если разделить еще это на дни, то мы получаем 50 тысяч долларов в день. 50 тысяч долларов в рабочую смену, вот такая вот выручка. Вот, это уже серьезные цифры. Пока еще компания не вышла на окупаемость, на самоокупаемость, но уже, как бы, даже по сравнению с 2020 года, мы видим тут разница почти в 6 раз. То есть 5 миллионов против 30. Дальше. Ну, естественно, тоже по балансу можно проследить, что на приобретение запасов работ услуг ушло 10 миллионов рублей, на оплату труда 12 миллионов рублей. Опять же, вот, если проанализировать, на оплату труда 12 миллионов рублей за год, то есть это почти миллион рублей каждый месяц уходит только на зарплаты сотрудников. Вот, ну, как бы раньше мы немножко не останавливались на вот этих вот деталях. Вот, ну, сейчас вот я чуть-чуть раскрыл, то есть как будто, может быть, это будет интересно. Так, ну и дальше, переходя к... Это одно из зданий находится в Минске, значит, в Чеботарево, с него, в общем-то, это второе здание. Самое головное здание находится на железнодорожной 33. Десятиэтажное большое красивое здание, где, в общем-то, и находится сейчас весь инженерный состав. То есть, ну, грубо говоря, мозги. Мозги компании находятся здесь. Руки компании находятся у нас в Шабанах, вот, тоже в отдельно выделенное производство. Вот, ну и все, что производится там, в Шабанах, потом вот отводится сюда, в Марину Горку, и здесь тестируется, строится. Вот, люди катаются, вот, ну и все это демонстрируется и так далее. Вот, ну и переходя дальше, вот, к развитию. Когда было все продемонстрировано в Беларуси, все это красиво ездит, всем все нравится, вот, узнали про компанию в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы предложили построить такой же полигон у них. То есть, у вас в Европе там мягкий климат, а вы попробуйте-ка сделать у нас. Вот, ну и Анатолий Дорозович Юницкий сказал, что без проблем, сделаем. Ну и вот мы видим первое, первое уже строение, первое испытание. Все это уже было в 21 году, очень активно приезжали всевозможные медиа, там, из Японии приезжали за вдохновением, как они сказали, из Китая, вот, из Европы, из Южной Америки. То есть, приезжали именно делегации, которые снимали репортажи, там были репортажи и на американском телевидении, на CNN передавали, то есть, было прям очень много репортажей. Потом плавно все вот эти репортажи переросли в выставку дубайскую, Экспо-2020, вот, ну и где уже посещали всевозможные и правительственные делегации, вот, и бизнес-делегации, вот это мы видим делегации из Африки, которая приехала, видим, ну, тут было много делегаций, там, больше-больше 300. Вот это еще одна, это из Ганны делегация, вот, всех катали, всем показывали макет линейного города, проводили беседы в эко-доме, показывали скоростной болид, то есть, в общем-то, такой полный экскурс технологий. Было много делегаций из Индии, вот мы сейчас тоже посмотрим, из Великобритании, из Австралии, есть там специальная еще книга отзывов, и в этой отзыве, ну, если ее почитать, вот, ну, один из отзывов, спасибо за прекрасную демонстрацию, это действительно транспорт и перевозки будущего, я очень рад попытаться помочь этому проекту продвинуться, как в ОАЭ, так и в моей родной Австралии, Дэйл Джексон. Ну, в общем, целая книга, я как-то тоже раньше оставлял свой отзыв, когда были выставки в Беларуси, тоже помню там, на этих страницах, и в том числе я еще оставлял свою подпись, когда приходил с Академией наук, там, глава, я еще фамилию, не вспомню, но тоже оставлял свой отзыв, и министр, по-моему, промышленности оставлял, то есть, ну, прямо вот если поднять все эти книги, там очень много таких вот записей. Вот, следующее там тоже вот Министерство туризма Индии, представители Mobility Live Middle East, проект струнного транспорта укрепляет вот снова Индия, то есть, ну, в Индии реально было много делегаций, модель струнного транспорта установили в центральном корпусе SRTI Park, то есть, это под крылышком которого, в общем-то, и проводится развитие в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот, были проведены недавно буквально радиорепортажи, где Олег Зарецкий очень четко, с юмором, вот, обрисовал, ну, и что, в принципе, было достигнуто, и вот, и куда компания в дальнейшем идет, вот, ну, это уже, причем, не первый, их было несколько, то есть, и это, вот, видим, второй, второй был эфир, а до этого еще было года полтора назад, вот, ну, вот такие вот эфиры тоже всегда радуют. Вот, ну, и совсем недавно, это вот, в Берлине, на Иннотранс, который мы уже так полюбили, в 22-м году, вот, наш, наше транспортное средство представляли уже не мы, не сами представители компании, а уже представляло именно Министерство транспорта Дубая, вот, что очень интересно, вот. Так что, ну, вот такая вот деятельность ведется, вот. Ну, и переходя немножко так к линейным городам, небольшой экскурс, вот для чего, вот, ну, вот тоже, как пример станции, которая может находиться в городе, вот, пример станции, которая может находиться за городом, то есть, там могут быть такие вот небоскребы, то есть, ну, варианты пересадочной станции могут быть совершенно разные, то есть, там могут быть одноэтажные, двухэтажные, вот такие вот небоскребы. Ну, небоскреб пока еще не был построен, вот, поэтому пока здесь вот, ну, в частности, компьютерная графика, вот. Но вот так вот могут выглядеть трассы, и если раньше люди садились на лифт, ехали вниз, чтобы поехать куда-то путешествовать, то сейчас люди будут садиться на лифт, подниматься вверх, вот там садиться на транспортное средство, и путешествовать дальше уже, то есть, немножко в другой логике. Вот. Ну, и если смотреть еще шире, как станции могут находиться вдоль побережья, они могут находиться в шахматном порядке, то есть, это, ну, целая, другая, немножко такой концепт, где вокруг каждой башни формируется некое кластерное такое поселение, то есть, люди живут на лоне природы, вот, центр данного поселения является эта башня, как административное здание, где могут быть находиться и магазины, и кафе, рестораны, там, места досуга всевозможного, там, кинотеатры, рынок, то есть, ну, в общем-то, все что угодно, ну, и, в общем-то, пересадочная станция, то есть, куда люди направляются, дабы куда-то отправиться, там, куда-то в поездку. Ну, сам, да, вот еще один другой ракурс, грубо говоря, вот, ну, вот это линейные города, в принципе, это та концепция, которая поддерживается организацией объединенных наций, вот, дважды было выделено гранты на развитие этой тематики, вот, ну, и поэтому тоже, как видение того, то есть, во что может эти технологии вылиться в будущем, какой концепт могут обрести, ну, и вот тоже более уже современная такая коронизация, то есть, мы видим, помимо поселений вот таких вот точечных, тут мы видим еще и концепцию горизонтальных небоскребов, вот, ну, как бы сейчас глубоко не будем останавливаться, вот, ну, то есть, сама стратегия кластинг-поселения, она, как бы, растет, развивается, то есть, в принципе, можно тоже изучить. Ну, и, в общем, если вот эту транспортную сеть развивать, то есть, сначала там соединили два города, потом четыре, шесть, вот, в общем-то, все это может вылиться в такую огромную глобальную сеть, вот, под названием TransNet, то есть, сейчас есть у нас сеть Интернет, вот, а может еще образоваться сеть TransNet, то есть, транспортная сеть по перевозке людей и грузов по всему миру. Вот, ну, и переходя к текущему моменту, мы сейчас находимся в преддверии 15-го этапа, то есть, у нас сейчас заканчивается этап 14.2, мы чуть позже про него проговорим, вот, и основные цели на 15-й этап, по сути дела, ну, вот мы сейчас говорим, что достроить 20 км высоко скоростной трассы и достроить трассу контейнерных перевозок. Ну, трасса контейнерных для контейнерных перевозок, она уже вот-вот будет готова, то есть, это уже по нашим сведениям, то есть, это конец этого года, начало следующего, трасса для контейнерных перевозок будет запущена. Вот, ну, и мы, как бы, смотрели тоже в новостях, как, вот, прям в онлайне мы видим, как эта трасса строится, какие там струны натягиваются, то есть, ну, в общем, очень все, ну, прям вживую наблюдаем. Вот, ну, и, в общем-то, проект развивается по принципу краудфандинга, то есть, начиналось в 2014 году с картинок, вот, люди поддержали проект, вот, ну, и, в общем-то, несмотря на то, что компания уже набирает обороты по самофинансированию, пока все еще средства инвесторов пока еще требуются, вот, поэтому в кабинетах есть пакеты там и для пенсионеров, и для малышей, и для студентов, для бизнесменов, то есть, есть пакеты в рассрочку, есть, то есть, всевозможные, там, от 50 долларов в месяц до 10 тысяч долларов в месяц. Люди, которым эта идея нравится, поддерживают проект, получают свою долю в проекте, вот, и в дальнейшем, когда компания уже нарастит мышцы, выйдет на, в полную меру на рынок, выйдет в дальнейшем на IPO, то те доли, которые человек получает в компании, он может уже тогда в дальнейшем продать. Вот. Ну и, в общем-то, так резюмируя, то есть, эти доли можно и передавать по наследству, можно будет продать, можно будет ждать дивидендов, можно, в общем-то, то есть, это, как, по сути дела, доля в компании, которая, как любая собственность, она может за человеком храниться, как по наследству передаваться, ну и так далее. Вот. Ну и, да, если, естественно, человеку нравится, то через специальные кабинеты он инвестирует, наблюдает за проектом, вот, ну и радуется, то есть, тому, как, наблюдая за тем, как проект растет, вот, и развивается. Вот. Ну и, переходя к новостям, как раз-таки новостей у нас, в основном, наверное, для партнеров. Вот одна новость от струнных, от ЗАО «Струнные технологии», то есть, о том, как устроено электрооборудование струнного транспорта. Вот здесь поведал Михаил Юдинок, вот, главными моментами, то есть, как устроена система электрооборудования. Ну и вот он привел пару моментов, что, сначала определяются функции будущей машины, вот, когда концепция транспортного средства известна, специалисты подбирают нужные элементы электрооборудования, проводят компоновку, вот. Ну, если раньше электрооборудование для каждой модели подбиралось отдельно, то сейчас уже есть, такое, как бы, основные узлы, вот, и унифицированные. То есть, ну, в общем-то, идет такой постепенный уже, ну, шаг, чтобы, ну, ускорить сборку, перейти уже к какому-то конвейерному производству, чтобы каждая модель, в принципе, состояла, как конструктор, узлы собирались, вот, и модель уже отправлялась в работу. Вот, эффективность электрооборудования отличается от аналогичных систем в обычных машинах, вот, на то есть несколько причин. Вот, специалистам проекта приходится учитывать жесткие ограничения на вес и габариты, вот, это первый момент. Некоторые элементы нужно, необходимо разрабатывать самостоятельно. Вот, благодаря техническим особенностям струнный транспорт расходует электроэнергию более рационально, ну, в принципе, мы про это сегодня говорили. При торможении модель вырабатывает ток, вот, который потом используется для разгона. Надежность электрооборудования, ну, вероятность поломок, опять же, связана к минимуму, вот, и защиты есть и от короткого замыкания, от напряжения, ударов молнии, используются там несгораемые материалы, либо с низким выделением дыма, то есть специальные герметичные прорастойкие шкафы, то есть, в общем-то, в принципе, весь комплекс мер по обеспечению надежности, эффективности здесь применяется. Так, ну и вот, переходя к новостям партнеров, как раз-таки те самые вьетнамцы, целая, ну, видим, такая немаленькая делегация, прилетели за тысячи километров, то есть, наверное, больше 10 тысяч километров, наверное, преодолели, паспортные всевозможные, там и были сложности с документами, и были сложности с, по-моему, даже с прививками, там, наверное, какие-то были моменты, вот, но в итоге они добрались-таки досюда, вот, до Марины Горки, их там разместили в акварели, очень прошло такое зажигательное, ну, должны были оставаться здесь в течение недели, но из-за сложности с документами они тут задержались, по-моему, недели на три, вот, все, что можно было, съели, все, что можно было, выпили, ну, в общем, такая задорная была делегация, вот, ну, и, ну, естественно, посетили они не только акварельную, они посетили и ЗАО «Струнные технологии», пообщались лично с Надеждой Геннадьевной Косаревой, подарили тоже подарок, вот, картину, то есть, ну, в общем, посетили, так скажем, голову, у нас же «Железнодорожная 33», посетили, естественно, производство, как я говорю, руки, вот, тоже провели для них экскурсию, ну, вот, мы когда летом ходили, тоже, в принципе, видели, вот эти вот, сзади стоит, как раз-таки, заказанный, Объединенными Радскими Эмиратами, огромный пассажирский, он, ну, модуль, вот, так скажем, причем он поразил тогда своими размерами, вот, ну, и тоже, если так почитать немножко, то гости, ну, как они тут говорят, мы своими глазами видели производство, действующие подвижные составы, то, что раньше видели только на видео и на фото, то они сейчас это увидели, вот, как это вживую. В дальнейшем я и мои единомышленники планируем обязательно сюда приезжать, мы хотим, чтобы как можно больше вьетнамцев смогли посетить это место и показать миру и Вьетнаму, что это серьезный проект, это реальная компания с большим потенциалом, вот, поделился впечатлениями лидер вьетнамских партнеров Нгуен Ван Там. Вот, естественно, кроме производства их еще свозили на в Марину горку, в принципе, там они и проживали, покатали тоже на не только показали, но еще и в действии все продемонстрировали. Вот, был Zoom также с Анатолием Дарьковичем Юницким онлайне, где задавали им вопросы и тоже была такая довольно ожидаемая встреча. Ну и также им рассказали про концепцию СВЦ 3.0, то есть концепцию развития краудфандинговой площадки SkyWorld Community. Вот, ну и там даже дошло до того, что была пара, которая приехала из Вьетнама, то есть и они вообще-то здесь и расписались, то есть они решили совместить приятное с полезным, то есть решили, как место, как это, путешествие вокруг света, ну, по сути дела, почти как вокруг света получилось, то есть они еще вот в этом путешествии еще и, в общем-то, расписались. Ну, не знаю, там, седельство о браке у них будет белорусское или вьетнамское, это уже вопрос, вот, но тем не менее было, ну, вот, судя по всем этим картинкам и и и отзыву, который нам рассказывала Иришка, вот, то есть как впечатление, которое произвела группа заряженных вьетнамских молодых людей, вот, немножко они, конечно, к холодам, к нашим непривыкшие, вот, и кто-то, ну, немножко приболел, вот, но тем не менее позитив, вот, ну, в итоге их там с документами разобрались и отправили обратно уже заряженных и довольных к себе на родину. Так, седельство о браке выпишут струнной технологии. Ну, наверное, наверное, посмотрим. Так, ну, и, да, еще одно событие, помимо того, что вот была вот эта дежуха вся, были еще, к этому, к их приезду открыли как раз таки 3D-голограммы, вот, тот самый музей, про который мы говорили в Мариной Горке, уже начал, помимо потолка, мы видим на потолок с именами инвесторов, вот еще также отдельный стенд, где крутятся 3D-голограммы, то есть, каждого партнера, который приобрел пакет с голограммой. и, в принципе, если кто-то желает вот здесь также оказаться, то можно ставить заявку. Заявку в кабинете, вот на странице Face to the Future можно забронировать, потому что они периодически появляются, эти предложения, вот, ну, как только появится, возможно, это будет ближе к Новому году, то также можно будет такое вот изображение себе заказать, и вот так вот гордостью потом фотографии выкладывать в соцсетях, вот, ну, и вот уже считаем, что с 20-го года голограммы уже создали больше, чем 1300 человек, вот, из 28 стран. Вот, так, ну, и дальше, что у нас по новостям, этап 14.2 продлевается до 27 октября, то есть, буквально осталось три дня до перехода на следующий этап 14.3. купоны можно дарить сейчас не только вниз партнерам, но еще и вверх партнерам, тоже такое небольшое нововведение, вот, так что, ну, купоны, в принципе, позволяют инвестировать немножко более выгодно, чем есть это по обычным пакетам, поэтому тоже можно обратить внимание. Вот, ну, и переходя к, так скажем, к завершающему нашему слайду, продолжается чемпионат по розыгрышу поездки в Дубай, который будет зимой, в конце января, вот, поэтому тоже информацию про данный чемпионат можно посмотреть в кабинетах, вот, кто самый активный, вот, могут в итоге попасть в Дубай, попасть в Шарджу, наш второй испытательный центр, то есть, в первом у нас были многие, вот, во втором были единицы, вот, поэтому, кто желает, то можно, самым активным можно присоединиться. Так, ну, в принципе, на этом у меня все, Олег, наверное, выходи на связь, вот, а я пока включу заряженные лица из Вьетнама, вот они сегодня. Зарядиться, Далюш, здравствуйте всем. Привет, Олег. Винетнамцы хорошо повеселились, да, очень яркие. Хвата слышу, или сейчас, подожди секундочку, да. Слышно или нет? Да, слышно, слышно. Я говорю, очень яркие у них костюмы, они очень жизнерадостные, и когда, ну, кстати, все знают, что они всегда улыбаются, и все, но когда я вот в Вьетнаме тоже был, они очень вообще с такой теплотой всегда вспоминают Советский Союз, и знают, многие русский язык знают, поэтому они очень благодарны, конечно же, вот, они отказались от всего, от Турции, там, от Доминиканы, сказали, нам только либо Беларусь, либо Дубай, вот, и, конечно же, вот, конечно, они были в восторге от этих всех, вот, да, рассказывал руководство, что сидели здесь и радовались, и настолько, говорят, когда не спали, не ели, сплошные были у них эти самые стримы, вебинары там, вот, и увеличили свои, скажем так, продажи тут, находясь в Беларуси, то есть тут сразу люди регистрировались, покупали эти пакеты, потому что они реально вот показали, что они есть, и это все реально, это не картинки, поэтому, конечно, эмоции их переполняли, но мы от этого только заряжаемся, надеюсь, что результат будет, правда, Алексей? Вот, но могу только поддержать и зарядиться, и, в общем-то, да, очень здорово, да.